А пока правительство решает глобальные коммунальные проблемы страны, в Ноябрьске продолжается обсуждение ситуации, в которую попали люди, чьи дома обслуживает НЖСК. Напомню, ее руководство приняло решение о создании новой управляющей компании НЖСК+, и намерены перевести туда жилой фонд, находящийся в их ведении. Договор управления, который предлагают подписать людям, проанализировали юристы администрации. Какие у них нашлись замечания и на что людям стоит обратить внимание, смотрите далее в рубрике «Жалуйтесь, критикуйте, хвалите». Итак, первое, что по мнению юристов сделает НЖСК+, если люди подпишут с ней договор, так это снимет с себя ответственность за некачественное выполнение услуг. Хотя бы потому, что в проекте договора четко не прописан перечень того, что обязуется выполнять обслуживающая организация. Управляющая организация может что-то недоглядела или еще что-то недосказала, собственники не обратили на это внимания. И получается, опять же, ущемление прав и интересов всех собственников. То есть все необходимые работы не будут выполнены, услуги не оказаны. Еще один момент, который касается обслуживания жилищного фонда. Управляющая компания в соответствии с договором обязуется делать работу только на те деньги, которые поступят от жильцов. Если, допустим, в многоквартирном доме 10 квартир недобросовестно оплачивают эти услуги, управляющая компания за счет недополученных денег будет выполнять работу в соответствии с поступившими деньгами. И, соответственно, время по узысканию этой задолженности возлагается по умолчанию на собственников же помещений. Управляющая организация по этому проекту договора сняла с себя эти полномочия. При этом закон не дает собственникам никаких прав регулировать этот вопрос. То есть повлиять на соседей неплательщиков люди не смогут. А вот у управляющей компании такое право есть. Более того, жилищники вправе привлекать к борьбе с должниками и правоохранительные органы. Но в случае, если форма управления становится непосредственной с управляющей компанией, взятки гладки. Явно невыгодным для собственников юрист администрации Ноябрьска считает и пункт договора, позволяющий НЖСК плюс ежегодно без согласия жильцов увеличивать тариф на содержание и ремонт жилья. Это вообще неприемлемо. Собственники в любом случае должны это все согласовывать. Управляющая организация прописывает в случае индексации, допустим, повышением тарифов на лифт, допустим, на вывоз ТБО. Они вправе пишут, что вправе самостоятельно поднять тариф. По нашему мнению, все увеличения стоимости оплаты коммунальной службы должно происходить после согласования с собственниками. Потому что они должны видеть, за что, за какие работы поднимается цена. При этом помещение, которое входит в состав общего имущества, согласно договору, для своих нужд НЖСК плюс может занимать на безвозмездной основе. А по идее, если бы управляющая компания платила жильцам за занимаемую площадь деньги, их вполне можно было бы расходовать на погашение каких-либо платежей. Например, на то же содержание и ремонт дома. В общем, прежде чем подписывать этот документ, в администрации рекомендуют его не просто досконально изучить, но и получить юридическую консультацию на предмет того, как сделать так, чтобы договор был выгодным, в первую очередь, для самих собственников квартир. Прежде чем подписывать любой документ, нужно внимательно с ним ознакомиться, возможно проконсультироваться. У нас тоже есть специалисты, которые могут проконсультировать по этому договору. Если какие-то вопросы возникают, в любом случае можно, возможно, к адвокату сходить или на том же собрании решить эти вопросы. Потому что, если бегло прочитать договор, в принципе, он вроде понятен и ничем не ущемляет. Но если внимательно изучить его, в принципе, даже гражданин, не обладающий особым познанием, в принципе, там все понятно будет. Как простому гражданину будет понятно, что это ущемляет его права и интересы. Ксения Епчева, Екатерина Котова, Григорий Куроптев. Новости нашего города.